всем привет попали на мой канал меня зовут саша в этом видео я бы хотела рассказать о том как красиво оформить ваши stories instagram у меня будет три варианта как оформить stories эстетичные фотографии яркие фотографии и темные фотографии и так мы начнем с эстетичных фотографий для этого вам нужно выбрать из вашей галереи любую вашу эстетичную фотографию я просто взяла фотографию из интернета мы переставляем ее в левый верхний угол и так добавляем по одной фотографии и делаем их все меньше и меньше итак вот что должно получиться я думаю вы поняли что нужно было сделать теперь мы нажимаем вот на эту змейку которая тут вот вверху нарисована справа и выбираем цвет который у вас на фотографии то есть мы берем пипеточку вот эту вот внизу маленькую и направляем цвет который вам нужен берите цвет тот цвет который у вас есть на фотографии потому что это будет смотреться намного красивее я вот возьму вот этот вот дальше мы берем фломастер и делаем разные вот такие вот точки разных размеров вот смотрите допустим вот такая вот такая вот такая и берем получается такие разные цвета вы можете подобрать из палитры цвета но главное чтобы они были похожи на те которые есть на вашей фотографии вот возьмем вот сюда один вот сюда вот сюда и получается такие как будто пузырьки вот это смотрится тоже очень классно теперь мы должны нажать на наклеечку там же вверху рядом с этой змейкой и вот тут написано вверху поиск и вы можете подобрать любой стикер любой гиф картинку которую вы хотите то есть видите здесь очень много вы можете написать допустим вы можете вообще любую какую вы хотите сначала высветится ваши смайлики но для этого вы должны пролистать вниз и найти гиф картинки я допустим возьму вот такую здесь написано спасибо и вот такую картинку и вы можете клеить вот по периметру этих фотографий которые у вас тут расположены сверху вниз разные гиф картинки но не делайте их много и делайте их под цвет вашей фотографии потому что когда их много это смотрится некрасиво вот а почему именно по цвет вашей фотографии это будет смотреться намного эстетичнее ну и как бы вот представьте себе допустим ярко-красный цвет с зеленым но это тоже такое несочетание но я думаю вы поняли что я имею ввиду вот это была первая получается идейка итак следующая идея это с яркой фотографии я в интернете нашла вот такую супер яркую фотографию и я опять же не буду изменять фон потому что он мне вполне нравится и мы снова начинаем перемещать уменьшать вот эту вот картинку вашу фотографию и ставим ее посередине вот так вот дальше все зависит от вашего фона и от вашей фотографии вот видите у меня только идет перелив желтого к оранжевому цвету вы можете подобрать какую-то надпись какую хотите вот такую напишу вот и берете любой цвет так как здесь вообще не ограниченная выбор цветов вот у меня на этой фотографии видите как здесь много я могу брать совершенно любой цвет давайте возьмем вот такой вот ярко розовый или давайте даже лучше так у нас был розовый возьмем вот такой вот ну ладно давайте вот фиолетовый вот очень круто получается и вы можете выбрать шрифт я выберу вот такой шрифт и сделаю вот такую вот получается как бы как рамочку она слева рядом стоит тут буковка а нарисована вот нажимаем готово и и подставляем внизу эту надпись посмотрите как ярко получается но это еще не все дальше мы снова заходим в штучку где можно напечатать любой текст вот и дальше нажимаем на стикеры вот у меня стикеры здесь и подбираем любые яркие стикеры давайте я возьму вот такой и вот такой и начинаем расставлять их я не знаю как вам это побыстрее показать в общем я сейчас покажу что получится вы все увидите видите что сделала вот тут вот по бокам расположены вот такие вот полоски из смайликов вы должны сделать получается такой столбик чередующихся смайликов цвет совершенно любой если в вашей фотографии очень много разных ярких цветов вот смотрите что получается мне кажется это очень ярко и красиво приступим к следующей идее итак следующая идея с темной фотографии я уже поменяла фон на белый так как он у меня был слишком темный фотография бы получилась мрачный и зрителю было бы не интересно смотреть вашу историю он бы сразу все пролистал поэтому вам тоже советую поменять фон на более светлый это уже зависит от того насколько темная ваша фотография мы берем вашу фотографию в моем случае это картинка и перемещаем ее в левый нижний угол вот что у нас должно получиться вот так вот не сильно ее к углу прижимаем но чтобы она была близко дальше мы заходим опять в эту зумейку где можно что-то нарисовать и берем маркер а потом пипетку и выбираем нужный вам цвет сейчас покажу для чего вот я выберу вот мне давайте даже потемнее выберу вот такое наверное я выберу и делаем вот такие вот получается мазки раз-два вот вы можете делать их потолще вот так вот так сейчас объясню для чего я делаю наверно еще толще чтобы было удобно вот и пишем готова дальше тут вы пишите надпись которая вам нужна между вот этими вот двумя полосочками я вот такой опыт подпишу и вы можете подобрать какой нибудь мрачный смайлик вот я вот такой поставила и дальше вы можете поменять цвет опять же возьму который посветлее вот такой и поменяю шрифт я поменяла на жирный шрифт и вот сюда вот вставим вот что у нас получается но это снова не все мы снова заходим в эти картинки нажимаем на поиск и убиваем дождь вот что у нас выходит сначала смайлики высвечиваются а потом гиф картинки дождя и мы выбираем нужную вам фотографию точнее не фотографию гиф картинку я вам советую выбирать вот такой вот мелкий дождь допустим чтобы он особо не загораживал ваши надписи все случайно вот и перемещаем гиф картинки и вот получается такой дождик и такая вот не очень яркая фотография хоть у меня сейчас и белый фон все равно вы сами видите то что фотография не такая яркая на этом все я надеюсь что вам понравилось это видео ставьте лайки и подписывайтесь всем пока